Донецкая ополченция Силвики использовали зажигательные снаряды Подробности в репортаже Николая Долгачева Интенсивный обстрел Донецка продолжается уже сутки Украинская артиллерия непрерывно бьет по улицам Больше всего пострадали западная и северная части города Уничтожаются гражданские объекты, жилые дома, школы и больницы Украинская армия использует мощное вооружение, превращая кварталы в руины Применяют реактивные системы ураган Накануне таким снарядом была разрушена больница в микрорайоне Текстильчик По жилому сектору ударили из системы залпового огня СМЕРЧ Это оружие одной из самых смертоносных Поражающие элементы накрыли целый район Ночью на Донецк обрушились зажигательные снаряды Окраины в огне Точное количество погибших и раненых еще неизвестно Информация из районов, которые и сейчас в зоне поражения Приходят не сразу Также было попадание в 22.55 Это больница ОЦКБ Которая находится в Ленинском районе Так называемый ожоговый центр Попадание на стоянку в автомобиль, который там стоял Были отмечены попадания на текстильщики В школу, детский садик Кроме того, что это было и поликлиника Также было отмечено попадание в храм Противник Начинает применять те системы, которые раньше он никогда не применял Это система СМЕРЧ Я уже говорил о том, что при полном залпе данной системы Залпового огня Район поражения составляет 8 футбольных полей По последним данным ООН С начала вооруженного конфликта в Донбассе В общей сложности погибло около 5,5 тысяч мирных жителей Количество жертв артиллерийских обстрелов украинской армии постоянно растет Столицу республики не прекращают обстреливать По Донецку наносят самые мощные удары Но интенсивный огонь сейчас ведется вдоль всей линии фронта И в зоне поражения украинской артиллерии сразу несколько городов